Современный вуз с современными методиками преподавания. На протяжении 70-летий Брестский государственный университет имени Пушкина подтверждает этот высокий статус. Ровесник Великой Победы, он сохранил лучшие образовательные традиции советской высшей школы, удачно дополнив их современными веяниями. Подготовка специалистов широкого профиля. Задача, которая стоит перед профессорско-преподавательским составом, вот уже не один год. Цель – сформировать на выходе из вузовских стен кадры высокой пробы, которые смогут найти свое место в совершенно разных отраслях экономики, промышленности, социальной сферы. Учитывая требования времени, в вузе ежегодно проводится мониторинг перспективных направлений деятельности, с учетом которых формируется перечень специальностей. В этом году он не претерпит существенных изменений. Об этом говорят цифры планируемого приема. В этом году мы планируем принять на дневную форму получения образования за счет средств республиканского бюджета 438 абитуриентов и для обучения на условиях оплаты 307 человек. А на заочную форму получения образования мы планируем принять для обучения за счет средств бюджета 90 человек, а для обучения на условиях оплаты 424 человека. Так же, как и в прошлом году, мы ожидаем, что в университет придет большое число абитуриентов, потому что все специальности, по которым мы осуществляем набор, в 2017 году они пользуются спросом и на рынке труда, и абитуриентов. Специфика Пушкинского вуза – подготовка педагогических кадров. Сегодня в стране, в частности в Бресте, создана целая сеть классов, где в перечне учебных дисциплин у юношей и девушек обязательно присутствуют предметы по педагогике. Подход целенаправленный. Он позволяет выявить по-настоящему мотивированных ребят, тех, кто уже несколько лет назад избрал для себя путь наставника, и отступать от своей мечты никак не собирается. После девятого класса стоял довольно-таки трудный выбор, какой класс выбрать. На тот момент мне очень понравились такие предметы, как история и русский язык. Меня вдохновил мой очень сильный учитель по истории и русскому языку, и как бы поэтому я решил выбрать направление именно педагогическое. Еще в детстве я мечтала стать учителем. Примером для меня послужили мои родители, которые по профессии педагоги и заканчивали Брестский государственный университет Александра Сергеевича Пушкина. Год назад встал вопрос, куда же я все-таки буду поступать, и мое решение не изменилось, и я сообщила, что буду поступать в Брестский государственный университет. Как только я узнала, что будет проводиться набор в педагогические классы, я сразу сказала, что пойду именно туда, потому что я была уверена, что мне там смогут дать опыт, который не смогут дать в обычном классе. Однако одной мотивации для того, чтобы стать студентом, недостаточно. Согласно правилам приема, эти юноши и девушки проходят специальное собеседование, что является нововведением 2017 года. Это собеседование будет проводиться на основании учебной программы факультативных занятий для учащихся 10-11 классов в ведение в педагогическую профессию. Но допускаться прохождению собеседования будут только те выпускники профильных классов педагогической направленности, в аттестате которых имеются отметки не ниже 7 баллов по всем учебным предметам, а также отметки не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим профильным вступительным испытаниям. Даты проведения вступительных испытаний, сроки подачи документов и контактные телефоны представителей приемной комиссии уже доступны на официальной странице университета. Однако эта информация будет актуальна для абитуриентов только после прохождения централизованного тестирования. В ВУЗе регистрация на итоговые испытания проходит довольно активно и эффективно. Это, наверное, самый насыщенный в моей жизни. Сейчас такое самое серьезное время. Идет подготовка активная к тестам, к сдаче школьных экзаменов. Но очень удобно, что можно прийти быстро зарегистрироваться и потом спокойно уже ни о чем не волнуюсь прийти на тест и все сдать. Мои планы на будущее – это хорошо сдать централизованное тестирование. Я считаю, что это очень хорошая и удобная система, не нужно бегать по кабинетам, можно все это зарегистрироваться в одном кабинете, потом оплатить и вернуться за пропусками.